Сегодня 31 мая, сегодня общественность всколыхнула очередная волна, как же без нее, это черная касса партии регионов, пресловутая черная касса, о которой все слышали, но вот теперь появилась надежная информация, что она была. Значит, Сергей Лещенко, народный депутат и команда «Украинской правды» написали большую статью, в которой были даны факты в выписке из так называемой этой черной кассы, где от руки было написано, кто кому что заносил. Там фигурировали телеканалы СИТВ, телеканалы Интер, различные социологи Евгений Копатько, чья компания РНБ Групп получила 2 миллиона долларов. Ну, короче говоря, много кто фигурировал, в том числе, кстати, «Украинская правда» 4300 долларов там было написано, что она получила за какую-то там информацию. Я это к чему все говорю. В контексте последних заявлений Трипака, бывшего замглавы СБУ, который там якобы ушел со своего поста еще в октябре прошлого года, а в последнюю неделю активно начал всю эту тему продвигать черной кассой, становится, в принципе, понятен рисунок игры вокруг этой информации. И это, очевидно, игра Петра Порошенко, потому что та информация, которая появилась, она в первую очередь бьет по людям второстепенным, которые не играют особо роли в политическом процессе, но при этом все прекрасно понимают, что в этих списках должны были появиться и Тягнебог, и Олег Ляшко, и много из Батьковщины люди, и много кто еще. Но они не появляются. Сразу возникает вопрос, почему. Ну, очевидно, что они не появляются, потому что никто не палит карты раньше времени. И, в принципе, вот эта черная касса, она является таким мощным батагом, с помощью которого Порошенко сейчас принуждает своих оппонентов к миру. Ну, даже не к мирю, а к послушанию. Ну, я не знаю, насколько у него это получится там, я сомневаюсь. Но очевидно, что на протяжении ближайших месяцев эта тема будет одной из ключевых. На протяжении ближайших летних месяцев. Будет постоянно фигурировать в СМИ. И тем самым Ляшко тоже самое оказывается в подвешенном состоянии, потому что сейчас его альянс Тимошенко более чем явен. Это видно по сливам о зараде с МВФ, который Юлия Владимировна сегодня тоже оприлюднила во время своего выступления в парламенте. А перед этим Ляшко несколько дней об этом чирикал. Поэтому очевидно, что сейчас их пытаются подвесить и тем самым через такой шантаж добиться послушания. Ну и плюс очень технологично ушла тема с Авшургейтом, потому что все на протяжении последних недель говорили об этой теме. И она ударила имиджево по президенту социологии. Это показывает, что более двух третей украинцев они отрицательно относятся, ну негативно рассматривают эту ситуацию. Ну вот. А теперь появляется как бы масса новых информповодов, потому что я думаю, что будут новые-новые вбросы. И в конечном итоге тема Авшургейта, она ушла с радаров, как говорят на Западе. Поэтому я уверен, что это игра Петра Алексеевича. Игра в плане технологичности неплохая. Нужно бы отдать ему должное. Вот. Он хорошо играет. И я думаю, что, как говорил Датюк вот в одной из последних статей, это общий признак турбулентности украинской политической системы, которая продолжает усугубляться. Потому что все втягиваются вот эти конфликты против всех. Вот. И, как следствие, все более явственно маячат перевыборы на осень. Я думаю, что на октябрь, октябрь-ноябрь 2016 года. Потому что все игроки рано или поздно к этому придут. Но прежде всего Петр Алексеевич Порошенко к этому приходит. Потому что Юля все активнее играет как бы в популизм. Плюс приход Савченко этому будет способствовать. Она пытается ее использовать. Вот. И для Порошенко будет проще провести выборы лучше раньше, чем позже. Потому что если в третьей годовщине Майдана не будет какой-то слив пара, то, ну, весну будет, к весне, возможно, даже Петр Алексеевич и не досидит. Если все будет идти таким, в таком ключе. Поэтому лучше для него, несмотря на то, что это невыгодно, там, с точки зрения изменения расклада Верховной Ради, он больше не получит такую лояльную Верховную Раду. Но, с точки зрения вообще устойчивости политических позиций, выборы будут нужны. Поэтому черная касса, партия регионов, она приведет к тому, что дезорганизованность усилится. Позиции Порошенко временно могут даже усилиться вот на протяжении этих ближайших месяцев. Потому что он будет бить их дубинкой этой. Но лучше же от этого никому не станет. Ни народу, ни в конечном итоге общее состояние экономики. Никуда лучшим не станет. Вот. Так что, такие вот веселые дела. Пока.